МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 апреля Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях пятницы расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила недоверие своему руководителю Педро Аграмунту. Так, 19 парламентариев проголосовали за, трое воздержались, против не было ни одного голоса. Таким образом, бюро отказало Аграмунту в разрешении осуществлять визиты, делать заявление и проводить другую активность от имени ПАСЕ. Бюро ПАСЕ без единого голоса против проголосовало за недоверие Педро Аграмунту как президенту ПАСЕ и запретило ему осуществлять какие бы то ни было действия от имени ассамблеи. Это победа украинской делегации. Напомню, ранее разгорелся скандал вокруг того, что президент ПАСЕ посетил Сирию вместе с россиянами без разрешения ассамблеи. Арестованные средства беглого экс-президента Виктора Януковича будут перечислены в госбюджет. Речь идет о сумме в полтора миллиарда долларов. Такое решение вынесут последние инстанции. По словам президента Украины Петра Порошенко, часть этих денег пойдет на строительство реабилитационного центра для воинов АТО и общежития для контрактников. Одесская полиция за три месяца сделала больше, чем Киевская за два года. Об этом заявил начальник главка Дмитрий Головин в ходе брифинга по событиям 2 мая. Возобновлена следовательская группа. Свидетели были опрошены заново. Но большинство не помнит всех подробностей, рассказывает Головин. Также будут проведены новые экспертизы. Одна из них химическая. Для установления личности дополнительно назначены 34 судмедэкспертизы. За три месяца проводилось 12 обысков. По-прежнему 14 человек находятся в розыске. Пока это все, что удалось сделать одесским правоохранителям. Планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в отношении лиц, которые находятся в розыске, и также, по имеющейся информации, находятся на территории Украины, а также за пределами. Остальное заслухование результатов работы следовательной группы, оновленной, отбывалось безусловно в городе Киеве, под головой национальной полиции. Были поставлены ряд серьезных задач. Отмечу, по словам полиции, одна из основных версий массовой гибели людей в Доме профсоюзов – поздняя реакция ГСЧС. Одесская самооборона выиграла иск против горсовета. Приморский районный суд признал незаконным решение мэрии о возвращении названий улиц, ранее уже декоммунизированных. Таким образом, проспект Небесной Сотни и имена воинов АТО останутся на карте. За горсоветом остается право апелляции. Напомню, на сессии депутаты приняли решение об отмене названий ряда улиц и переулков, принятых экс-губернатором Михаилом Саакашвили. Стоп Путин, стоп война! Одесские патриоты присоединились к международному флешмобу, который проходит в 30 странах мира. Ключевое требование активистов – освободить украинцев, которых незаконно удерживают под арестом в России и Крыму. Волонтеры, которые вышли под стены консульства Российской Федерации, надеются обратить внимание и руководство страны. По их мнению, активных действий для освобождения украинских военнопленных нет. У нас есть ребята, которые уже больше 800 дней находятся в плену у квази-республик ЛНР, ДНР, и в этом направлении не делается практически ничего. То есть, то, что происходит, мы видим, что это проблема только самих военнопленных и членов их семей. Декоммунизировать маршала. Одесские общественники разукрасили мемориальную доску советскому военачальнику Георгию Жукову на здании Приморского военкомата. Произошло это прямо у таблички «Граница поста». При этом военные не препятствовали действиям активистов. Уже вследствие ситуации все же попытались исправить. Солдаты закрасили надпись «Декоммунизация» и стали отмывать краску. Сам военный комиссар Приморского района Олег Лобан был на месте инцидента. Однако датчикоментария Думской ТВ отказался. Мы не комментируем ничего. Хорошо или плохо, но это история. Как же можно историю обливать краской? Рейд по нелегальным автостоянкам. Чиновники совместно с общественниками проинспектировали несколько стоянок, работающих вне закона. Подробности в сюжете. В Одессе существует свыше 100 нелегальных стоянок. Представители коммунального предприятия «Одесс Транспарксервис» решили проинспектировать часть парковок. Первая в списке – автостоянка по адресу улица Бреуса 2. Здесь расположены свыше 80 паркомест. Попытка установить контакт с охраной заканчивается безрезультатно. Парксервис вас беспокоит. Вы тут охраняете эти гаражи? Вы руководители. А вы? Вы сидите в будке этой. У вас на лобовом стекле написано, что это будка. Вы здесь сидите. Что поставил? Вы что не видите? Что, что поставил? А вы кто? А что вы делаете в охранопункте? Я читаю. Руководитель стоянки по утверждению чиновников уклоняется от налогов уже в течение долгого времени. 84 гаража здесь. Никогда не заключался договор с коммунальным предприятием. Если платились какие-то деньги, то это копеечные. В конечном итоге сбежавшему от камеры охраннику вручили уведомление о нарушении законодательства с требованием к владельцу явиться для проверки. Еще один гаражный кооператив, у которого, по мнению чиновников, сомнительная история, расположен на Бреуса-63. В этом месте общественники обнаружили нарушения санитарно-технических норм и пожарной безопасности. По статистике, налоговые сборы из гаражных кооперативов и автостоянок составляют около 16 миллионов гривен отчислений в бюджет ежегодно. В свою очередь, по словам чиновников, уклонисты создают угрозу для владельцев машин. А какие условия только охраняют гараж? То есть это ваш гараж, вы здесь машину держите? Да. Ну а если вскроют, не дай бог? Вот в прошлом году вскрыли, я не знаю подробностей, 12 гаражей, говорят, вскрыли. И никто ни за что не отвечал. Главные условия для легальной работы – это документы о землепользовании, госакт на землю, действующий договор аренда, либо договор с коммунальным предприятием Одесс-Транск-Парк-Сервис. Автовладелец уже имеет гарантии, что в случае, не дай бог, страхового фонда, в случае какого-либо, будет ему возмещен полученный ущерб. В противном случае, по словам коммунальщиков, уклонистов ждет принудительная смена администрации на стоянке. Премьер-министр Владимир Гройсман посетил международный выставочный центр – главную локацию Евровидения-2017. Премьер оценил все центральные зоны МВЦ, пресс-центр, грин-рум, сцену и сделал заключение. К Евровидению все готово. Как это было, смотрите в нашем сюжете. В сердце Евровидения-2017, международный выставочный центр, почти готов к приему гостей. Посмотрите, какая роскошная, красочная сцена. Ее вес – 30 тонн. А такого громадного экрана в Украине еще не было. Его выстрели впервые. Ждем шоу. Площадка для выступлений – 350 квадратных метров. Высота экрана – 11 метров. Длина – 70. Вся сцена является проекционной поверхностью, благодаря чему будет перевоплощаться каждому новому выступлению. Когда мы приехали сюда, тут была пустая коробка. Все, что вы сейчас видите – дело наших рук. Мы установили около 2000 осветительных приборов, 255 звуковых динамиков и 30-тонную сцену. Здесь в каждом миллиметре море нашего пота, крови и слез. Шоу-продюсер конкурса рассказал о базовой концепции шоу и его изюминках. Мы покажем Европе, какой разнообразной, комплексной является Украина, какая у нее богатая древняя культура, при этом как стремительно она движется вперед. Для нас это вызов. Но мы найдем баланс и покажем традиционную вышивку, костюмы, венки. Оценить уровень проделанных работ приехал премьер-министр Владимир Гройсман. И мы устроили полноценную экскурсию по базовым зонам МВЦ. Все, что было необходимо для подготовки Евробачения в Украине, фактически сделано. Мы имеем прекрасный зал, мы имеем прекрасную сцену, мы имеем прекрасную команду, которая работала весь этот час над подготовкой. И сразу можно сказать, что было надзвучайно нелегко. С 30 апреля на главной сцене Евровидения начинаются первые репетиции представителей 42 стран-участниц. Лилия Апрель, Ксения Терзи, Максим Кондратенко, Думская ТВ. Это все на сегодня. 2 мая Думская ТВ начнет работу с 12 часов дня. Вас ждет много прямых включений из разных точек города и интересных гостей в студии. Хороших и солнечных вам выходных в компании Думская ТВ. С нами всегда интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...